Работа с любыми данными начинается с их получения И в этом смысле MATLAB предлагает вам огромный набор инструментов Вы можете считать данные из файлов, из интернета, работать с базами данных, с измерительным оборудованием и не только Давайте обо всем по порядку Как и обещал в прошлом видео, я подготовил живой скрипт, по которому мы пройдемся и ознакомимся с возможностями MATLAB по импорту данных Он разбит на секции кода Мы будем их выполнять по очереди с помощью кнопки Run Section Этот и другие скрипты вы можете скачать по ссылке в описании Во-первых, MATLAB позволяет считывать данные из текстовых файлов, в том числе в табличном виде Потому что на практике очень часто данные хранятся именно в табличном виде и именно в текстовых файлах Любой текстовый файл может быть загружен в MATLAB Кроме того, поддерживается чтение специализированных файлов типа CSV, XML, Excel и других В прошлый раз мы импортировали данные из таблицы Excel Сейчас для разнообразия возьмем файл CSV Это текстовый файл для хранения массивов данных, в котором данные разделены специальными разделителями В нашем файле они разделены точкой запятой В принципе, мы без проблем могли бы его импортировать с помощью мастера импорта файлов, с которым работали в прошлый раз Но поскольку мы решили использовать команды, применим функцию readTable, которая предназначена для чтения табличных данных из текстовых и Excel файлов Указываем имя файла и получаем переменную Если вы посмотрите документацию к этой функции, то увидите, что она позволяет задать даже больше настроек чтения из файла, чем графический мастер импорта У текстовых файлов есть один существенный недостаток Они много весят, потому что данные в них хранятся в несжатом виде Поэтому на практике часто применяют бинарные файлы, данные в которых закодированы Чтобы прочитать такой файл, нужно изначально знать, какие данные и в каком формате в нем хранятся Я знаю, что в моем файле хранится численная матрица типа double, в которой 4 столбца Это показания 4 датчиков Открываем файл на чтение и считываем из него матрицу типа double Если я укажу какой-нибудь другой тип или другую размерность, то считается какая-нибудь ерунда Поэтому важно знать и правильно задать формат, такова особенность бинарников Считалась матрица 4х4, после чтения закрываем файл Идем дальше Конечно же MATLAB позволяет работать с изображениями, обрабатывать видео и звук Кроме того, вы можете получать картинки с камер и звук с микрофонов в реальном времени У меня на диске лежит картинка Командой imread ее считываем, а с помощью imshow выводим на экран Переменной img эта цветная картинка хранится как матрица 564х614х3 То есть это связка из трех обычных матриц, в каждой из которых хранится яркость пикселей соответствующего цвета Красного, зеленого и синего Картинки можно считывать не только из диска, но и с камер Камера и вебкам подключимся к вебкамере моего ноутбука И командой preview выведем с нее изображение Команда snapshot делает снимок Дополнение database toolbox позволяет работать с распространенными типами баз данных Какая серьезная аналитика без них? А OPC toolbox позволяет подключаться к промышленным OPC базам И конечно MATLAB умеет работать с интернетом Скачивать файлы, общаться с веб-сервисами через HTTP запросы Работать с FTP, с электронной почтой Для примера давайте обратимся к сервису REST countries и получим информацию о России Для этого командой webread считаем данные по специальному адресу, взятому из документации с сайта REST countries Получаем полное название, столицу, местоположение и другие характеристики нашей страны Теперь давайте получим информацию обо всех странах, но вытащим только название страны и столицу Для этого вместе с запросом передадим аргумент fields со значением name capital В ответ сервер вернул нам 250 структур с полями name и capital То есть информацию о 250 странах и территориях MATLAB позволяет конструировать и более сложные запросы То есть по сути вы можете работать с любыми веб-сервисами Единственное, что для сложных сервисов я бы советовал использовать библиотеку MATLAB Web API Она облегчит вам работу О ней мы поговорим в следующем видео Впрочем, если вы инженер, то работать с интернетом вас не сильно интересует Вам нужно работать с оборудованием И в MATLAB есть все, что нужно и для вас MATLAB по умолчанию умеет работать с последовательным UDP и TCP IP интерфейсами Дополнение Instrument Control Toolbox добавляет поддержку большого количества интерфейсов Измерительного оборудования, которое у вас уже имеется Считывайте данные со своих мультиметров прямо в MATLAB и обрабатывайте Vehicle Network Toolbox позволяет работать с автомобильными интерфейсами А если для сбора данных вы используете специальные платы, которые вставляете в компьютер Пакет Data Acquisition Toolbox позволяет работать и с ними И, наконец, благодаря генерации кода вы можете использовать для сбора данных микроконтроллеры, прошивая их прямо из MATLAB Пример с Arduino Для него я собрал нехитрое устройство с трусветным светодиодом и датчиком освещенности На базе Arduino Uno Подключаем плату к компьютеру И подключаемся к ней с помощью команды Arduino Командой ReadVontage можем прочитать аналоговое значение напряжения с датчика освещенности Вот этот нехитрый код, который пока может не вдаваться, в цикле считывая сигнал с датчика и выводит на график Чем темнее, тем значение ниже Или можем поуправлять цветом светодиода с помощью выпадающего меню В зависимости от выбранного цвета Мы записываем значение скважинности ШИМ на выбранные цифровые порты платы И в заключении, в качестве бонуса, пример из мира интернета вещей MATLAB может считывать значение сигналов с датчиком вашего телефона Запускаем на компьютере коннектор И с приложения подключаемся к компьютеру по IP С помощью команды MobileDev подключаемся к датчикам телефона И в приложении выбираем датчики, с которых хотим снимать сигнал Например, датчик ориентации Жмем Start В MATLAB, в цикле, будем опрашивать датчик И строить график угла наклона телефона Таким образом, я могу использовать уже имеющиеся в моем телефоне качественные датчики для разных проектов Итак, думаю, вы убедились, что MATLAB способен работать с вашими данными А как именно с ними работать, узнаете в следующих видео Если у вас остались вопросы по этой теме, пишите их в комментарии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok